С каждым днём людей в масках на улицах Лиды становится больше. Используют их и в организациях, и на предприятиях. Так уж получилось, что они в ситуации, сложившейся в мире с коронавирусной инфекцией, становятся необходимостью. Нужны и в целях защиты от вируса, и в целях профилактики. Спрос на медицинские маски сегодня настолько велик, что в аптеках их можно купить не всегда. В Лидском политехническом лицее нашли решение дефицитной проблемы. Организовали по шифмасок или, иначе говоря, защитных тканевых повязок для лица. Сразу для собственных нужд, а затем стали выполнять заявки, поступившие из других организаций и предприятий региона. Оборудование для работы было, так как уже 25 лет это учебное заведение готовит швей. К работе привлекли 14 учащихся третьего курса, которые получают в лице и специальность официант швея. Учитывая сложившуюся эпидситуацию в мире и возможности нашей учебно-производственной швейной мастерской, оборудование, которое мы имеем, учащиеся, которые имеют навыки, опыт работы, они, кстати, проходят производственную практику, все имеют санитарные книжки, мы посоветовались и решили все дружно вместе с учащимися, что надо защитить себя, своих учащихся и работников в этой ситуации. И начали шить маски для нужд нашего лицея. Но город наш большой, но тем не менее молва разошлась и нам стали поступать заказы с предприятий города и даже не только нашего города. Поэтому решили, что надо людей поддержать. Ребята все согласились. Мы закупили дополнительные ткани, все приспособления для того, чтобы эти тканевые повязки могли приобрести работающие на предприятиях наши. Пошив масок в Политехническом лицее начали в последние дни марта, а заявки предприятий и организаций стали выполнять с 3 апреля. За неделю учащиеся шили уже около 800 таких изделий. Из них более 300 штук пошили на собственные нужды. Остальные отправлены на предприятия и в организации региона. На сегодня есть два десятка заявок на почти 4000 защитных масок. Учащиеся вышли на выпуск около 300 изделий в день. Маски, пошитые в лицея, отличаются от аптечных. Они из одного слоя бязи и двух слоев марли. Есть на завязках и на резинках. Повязки многоразового использования. Чтобы они работали, нужно после использования обязательно постирать и отпарить утюгом. За все три года мы шили одежду разных сложностей. И спецодежду, ну разные, да. И по сравнению с той одеждой, марлевые повязки, они очень, скажем так, легкие. Ну, эта работа, конечно, очень бережная. И мне она очень нравится. Ну, могу еще сказать, что сама по себе маски очень, ну, сейчас нужны всем. Маски – не единственное средство профилактики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В Политехническом лицее придерживаются всех рекомендаций медиков. В каждой группе проведена была информационно-просветительская работа. На сайте лицея, на информационных стендах информация размещена. Развешены дозаторы и емкости с антисептиком расставлены. Инструкции размещены, как правильно пользоваться. Ну, понятно, что все знают, что наши учащиеся обеспечены одноразовым бесплатным питанием. Они питаются в столовой. Поэтому для того, чтобы их обезопасить и в данной ситуации, при входе в столовую, также оборудованы места для обработки и гигиены рук. А также мы предприняли меры рассредоточить учащихся в обеденном зале. Они у нас сидят по два человека за каждым столом. И в один перерыв питаются три группы. Это порядка 60 человек. Поэтому, ну, в общем-то, все стараемся соблюдать. Хочу сказать, что очень многие ребята ответственные. Они тоже приобрели маски. Уже даже немножко впереди той ситуации, которую мы решили. Решить, пошив своими силами. В Лицском политехническом лицее обучается 209 учащихся. Работают 32 преподавателя и мастера производственного обучения. И 25 человек технического персонала. Информационно-разъяснительная и профилактическая работа проводится ежедневно. Ведь никогда не будет лишним напомнить о правилах гигиены и защиты от инфекций. Тем более сейчас.